Девушки отдыхают Приходили в какую квартиру? Серьезно все у вас, не забалуешь? Не забалуешь, у нас строго очень. Так вы нам не сказали, в какую квартиру приходили, зачем? А я бабушке журналист из газеты «Правосудие». Да, хочу написать статью про преступников. Есть в вашем доме преступники? Ну что вы, молодой человек, у нас все люди серьезные, чтобы какие глупости никогда. А если глупости, так это только пришлые. В последнее время каждая дрянь норовит поселиться в приличном доме. Вот, в 192-й квартире живет докторша. Человека отравила своим ядом. Потому что? Теперь ей на ногу. На деле мошенник сидит дома. Хотят, наверное, чтобы всех нас потравила. А в наше время отравителей в тюрьму сажали. А теперь они все в евроремонтах сидят. А это вы, бабушка, случайно не про Веру Новикову говорите? Ну, про нее, про кого же еще. Ну и совсем недавно жил там порядочный человек. Журналист тоже. А теперь поселилась какая-то семейка уголовников. Вы точку, кстати, ее видели? Ой, упаси Господь, ночью присниться, и не проснешься. Глазами накрашенными зыркает во все стороны. В носу кольцо и волосы красные. Тобой, гляди, зарежет. Ой, да кого она там зарежет. Худющая, как у Воробеев весенний. Я говорю, отравит. Не волнуйтесь, бабушки, справедливость восторжествует, и Вера Новикова обязательно понесет свое наказание. Это какая такая справедливость? Что вы имеете в виду? А вы, простите, не вмешивайтесь в чужой разговор. А я, простите, муж Веры Новиковой, я не позволю рассказать про нее всякие гадости. Так вы ее муж? Да. Понятно. Все понятно. Куда же вы пошли? Объясните, что вы имели в виду? Что вам понятно? Вы тоже. Вы, 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 вы. Делать больше нечего. Зарежет. Зарежет. Алло, Вера Юрьевна. Алло, да. Здравствуйте. Это Таня. Вы даже не представляете, что у нас тут происходило. Она просто в открытую пыталась соблазнить Виктора Андреевича. Татьяна, подождите секунду. Во-первых, кто такая она? А во-вторых, что конкретно она откровенно делала с Виктором Андреевичем? Ну, как же, ну, адвокатшая эта, Эльза Домбровская, ну, она просто вешалась на Виктора Андреевича. Таня, я уверена в своем муже. Он ни ей, ни себе ничего такого не позволит. Спасибо, до свидания. Стой. Ну-ка. Не, ну, ты посмотри, а, нос задрала. Ну, ничего я себя не представляю, это туда же. Привет. Алло, Маша, привет, ты дома? Я дежурю сегодня. Ты что-то хотела? Слушай, мне только что звонила секретарша Виктора. Ух ты. С чего вдруг такое внимание? Говорит, что этот адвокат, Эльза, она флиртует с Витей при всех в описи, и он типа отвечает ей взаимностью. Я тебя умоляю, нашла кому верить, секретарша. Ревнует, что ли? Ой, прости, пожалуйста, я, кажется, что ты не то ляпнула. Да не заморачивайся ты. Секретарша, может, проблем с психикой. А если она просто хочет помочь? Помочь? Рассеивать сплетни – это никакая не помощь. Хочешь узнать правду – спроси у Виктора. Он тебе врать не умеет, все выложит. Нет. Не хочу его обижать подозрениями. Ну, вот тебе и ответ. Люблю тебя, подруга. Сама спросила, сама ответила. Клада не женщина. Да никуда не денется от тебя твой, Витенька. Да, ты же знаешь, он такой хороший, надежный, уютный. Если ему вообще какая-нибудь стерва попадет, он даже не поймет, что случилось. А потом будет изнурять себя чувством вины. Ну, ты же понимаешь, что я его никогда не смогу простить. Ну, на том и женщина, чтобы быть умнее и мудрее. А надо будет, ты простишь. Он же простил. Умнее и мудрее – не про нас. Лиза заснула, я в душу. Ты сама? Перезвоню. Эльза Томбровская, Эльза Генриховна, адвокат. Ух ты! Спасибо большое, Эльза Томбровской, за помощь в сложнейшем деле. Спасибо за внимательное отношение. Благодарим. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, интересно. Во время ведения процесса, на котором мне грозило до пяти лет лишения свободы, Эльза Домбровская вместе со своим супругом обманули меня. Защита была организована из рук вон плохо. И, кажется, было сделано все возможное, чтобы посадить меня и лишить денег. Вот, еще интересно. Муж некой Ириски Барбариски. Был обвинен в хищении в особо крупных размерах. Грозила тюрьма, конфискация и т.д. Волшебным образом появляется адвокатша. Молодая, красивая, бойкая, перспективная. Они исключительно положительные отзывы. Дело адвокат штыки выигрывает, обходясь малой кровью, возмещением ущерба и условный срок. Но семью рушит. Семью рушит. Причем все было обтяпано так, будто охренеть это, какое светлое чувство, и рушить его грех смертельный. Ну да. Да. Прямо скажем, основания для беспокойства у Веры есть. Да-да. Входите. Да-да. Входите. Лиза, ты что здесь делаешь? Здрасте. А я к вам. Ко мне? Как, и ты тоже? Только этого еще не хватало. Заходи. Садись. Так. Мать знает? Нет. Не знает. И вы не говорите ей. Хорошо, деточка. Хорошо. Час от часу не легче. Но ты же молодая совсем. Ну что же у вас у Новиковых-то? Одни крайности. Господи. Да что с тобой? Что случилось? Я хочу попасть к Игорю. Ну, то есть, к отцу в палату. Вот ты напугала тетя Маша. У меня же все мысли только об одном. Зачем тебе? Зачем тебе к нему? Он же все равно в коме. Ну, чтобы посмотреть, как он. А то лежит там один. Все ими брошены, никому не нужны. И может, если он меня увидит или услышит, или почувствует, что я рядом, то придет в себя. Давай так. Я не обещаю, но я постараюсь. Сейчас, знаешь, в больницах строго с этим. Но услуга за услугу. Кое-что передашь от меня маме. Хорошо, передам. А мне что делать? Пока ждать. Я сама тебя отведу, когда можно будет. У меня там однокашник работает. Влюблен когда-то у меня был по уши. По уши? Ага. А ты что думаешь? Тетя Маша всегда старуха была. Домашка огонь девка была. Ничего такого не думала. Да ладно, подруга. Думаешь? Я в твоем возрасте тоже так думала. Иди. Несомненно, хит сезона – это мягкие тона. То есть, коралловые, бежевые, серые. Но также, вы знаете, очень хорошо смотрятся яркие, вызывающие вставки. Они как бы подчеркивают элегантность фигуры. Я предпочитаю традиционно провоцирующие цвета. Красный или черный. Ну, или комбинации этих цветов. Хотя, совершенно верно. Что-нибудь новое, несвойственное характеру, но подчеркивающее настроение. Верно? Как насчет красного, либо синего? Нет, мне это не подходит. Скажите, у вас есть эксклюзивная линия? А, вы знаете, вам необходимо пройти в соседний отдел. Пройдемте. Я вас пойду. Привет. Ну, как ты? Держишься? Спасибо. У меня все в порядке. Но это не важно. Вера не должна сесть в тюрьму. Это будет чудовищная несправедливость. Да, я как раз сегодня собираюсь с ней провести контрольную встречу и все обсудить. Дело набирает обороты. И нам нужно действовать на опережение, не давая обвинению никаких шансов. Да, я готов. Я готов к бою. Ты права. Ну, с учетом того, что Вера беременна и находится в постоянном стрессе, и мы никак не можем предсказать ее поведение, нам нужно с тобой встретиться за обедом и все обговорить. Хорошо. Где? Через час в ресторане «Восходящее солнце». Это недалеко от моего офиса. Договорились. До встречи. Идите работать. Ну, что, доктор? Какие прогнозы? Как я уже говорил, он может выйти из комы сейчас. Он может и навсегда остаться в таком состоянии, пока не умрет. Ну, а есть какие-то способы, я не знаю, как-то повлиять на это? Проверенных нет. Есть способы, которые иногда дают странный результат. Например, если все время говорить с ним, или контакты тактильные. Транслировать ему позитивные эмоции. Иногда, очень редко это может сработать. Но, чаще всего, эффект от этого нулевой. Сынок, слышишь меня? Я ее уничтожу. Обещаю. Ах, вот вы, голубчики. Верочка обрадуется. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Ой, я уже забыл, когда нормально ел. Все в спешке, все в суете. Совершенно нет времени. Ни на что. Совсем ты, Витя, одичал. Тебе нужна женщина, которая думала бы о тебе. А не о своей несбыточной мести. Это ты сейчас оверен? Давай не будем говорить о делах. Я хочу, чтобы ты нормально поел. Простите, а можно соль и перец? Я просто хочу, чтобы ты отвлекся от грустных мыслей. Тебе и сейчас тяжелее всех. Все вокруг жалеют только Веру. То ли она жертва, то ли преступник. К сожалению, люди, которые совершили преступление, думают только о своем спасении. У них нет времени думать о своих близких. Я не верю. Не могла Вера никого убить. Она не такой человек. Она самый светлый и добрый человек, которого я встречал. За всю свою жизнь. Ну, по тебе сейчас этого не скажешь. У нас у всех сейчас тяжелые времена. Но мы это переживем, и все будет только лучше. По-моему, это прекрасный тост. Лиза, девочка, здравствуй. Как мама? Мама? В порядке, а что? Ну, ты не бойся, расскажи нам все. Тебе же легче станет. Мы же как-никак соседи. Что рассказать? Ну, мы же видим, что она не в себе. Она никого не видит, не замечает. Ни с кем не здоровается. Она вас забанила. Что она сделала? В баню послала. Баба, привет. Ты чего? Привет. В каком смысле? Что, приперлась? Да нет, не в этом смысле. Дочку пришла покормить. Вы же тут голодом заморите. Никому стало не нужно. Мам, ты чего? Ничего. Сегодня будем больше учиться готовить, пока я жива. А то, как умру, вы же одной яичницей питаться будете. Что нужно в первую очередь, чтобы приготовить борщ? Буряк. Нет. Капуста. Опять мимо. Лиза, думай. Ну, все, обоздаюсь. Кастрюля. Большая кастрюля. Где у вас здесь кастрюля? Где-то должна быть. Даже несмотря на то, что я узнал о ней. Очень много нового. Я уверен, она не убийца. Боже мой. Скажи мне, где выращивать таких преданных мужчин? Мне кажется, что тебе нужно подумать и о себе тоже. Да я в норме. Да? А мне так не кажется. Ты очень похудел. Ты осунулся. Ощущение, что ты никому не нужен. Так только кажется. Меня все холят и лелеют. Просто сейчас это не очень заметно. А между тем, у меня полное ощущение, что все эти интриги закручены вокруг тебя. И конечным результатом всех этих половецких плясок будет Виктор Андреевич Новик. Да брось. Кому я нужен. Кому я нужен? Обычный государственный клерк, который ничего не решает. И мои решения может обойти любой начальник. Ты запомнила, пока вода закипела, ты бросила картошку. Потом готовим заправку. Ты мешай, мешай. Она же подгорит. Матунечка, Монечка. А капуста? А капусту в последнюю очередь, чтобы она хрустящей была. Как у нас тут вкусно пахнет? Бось варим для тебя. Ого. Какая хорошая новость. Как будто ничего плохого не было и нет. Давай, давай, мешай, мешай. Ты как сюда попал? Я же просил тебя не приходить ко мне на работу. Ой, не суетись. Меня никто не видел. А вот, пожалуйста. Принес. Даже распечатал для наглядности. Скорее всего, твой Светоша отб***** с адвокатом. Привет. Привет. Слушай, зайди ко мне. Конечно. Зайди. Да, сейчас. Да, давай. Мне нужны доказательства измены, а не лёгких флиртов. Когда принесёшь, тогда и рассчитаемся. Ещё раз. Никогда больше сюда не приходи. Для женщины муж, флиртующий на стороне, уже изменщик. Мне нужны доказательства, которые производят впечатление не только на экзальтированных домочек. Будь ласка, какого чёрта я вообще работаю на этого лицемера и проходимцу. Борисов, когда наконец закончится эта история с отравлением Иванова? Мне сверху звонят и резонно требуют, чтобы я наконец поставил точку в этом деле. К сожалению, у нас до сих пор все улики косвенные и туманные. И в суде адвокат, тем более такой ушлый, как Домбровская, камня на камне не оставит от обвинений. Меня это не интересует. Чем ты всё это время занимался? Вот ты ответишь, почему у нас до сих пор нет улик? У меня ощущение, что она не причастна к этому убийству. О, у нас оказывается конкурс экстрасенсов. Так вот мне наплевать на твои ощущения. Если они не подкреплены фактами, если не она, то кто? Почему ты до сих пор его не поймал и не посадил? Потому что ваш Филиппов своим давлением только мешает работать, как носорог, прёт на пролом. А, ну теперь всё прояснилось. Филиппов виноват, да? Ну, конечно, теперь всё стало ясно. Я не говорю, что он во всём виноват, но ссылаясь на вас своими действиями, он мешает следствию. Хорошо. С сегодняшнего дня я запрещу Филиппову с тобой общаться. Ну и ты учти, тебе на всё про всё неделя. И не часу больше. Ты понял? Понял. Давай иди. Эльза, здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Проходите. Благодарю. Где я могу разуться? Не развивайтесь, я после вас уберусь. Ага. Как настроение? Если честно, не очень. Проходите. Проходите. Вы знаете, я часто наблюдала за тем, что домашний арест идёт людям на пользу. Есть время подумать. Вот и вы, я смотрю, читаете книги, это правильно. В наше время женщина – это не только дом и дети, но и карьера. Эльза. Да. Мне так не нравятся слухи, которые до меня доходят. Слухи? Ну, так не верьте им. Уголовный процесс часто обрастает домыслами. Домыслами. Угу. Хорошо. Я спрошу прямо, что у вас с моим мужем? Вы пытались его соблазнить? Соблазнить? Удивительная скорость. Даже для интернета. Нет. К сожалению, у нас с вашим мужем только деловые отношения. К сожалению? Да. Вы сказали «к сожалению». Да. Он мне нравится, и я не скрываю этого. Насколько я знаю, я нравлюсь ему тоже. Это он вам сказал? Нет. Он относится к тому редкому типу мужчин, которые до конца будут верны супружескому долгу. Но у них есть одно слабое место. Стоит им один раз переспать с другой женщиной, Держись от него подальше, дрянь. Вы сейчас не в том положении, чтобы мне угрожать. А зачем он тебя? Найди себе кого-нибудь помоложе, побрутальнее, что ли? Ну, он уютный, что ли. И потом, я могу сделать из него успешного мужчину. Пошла вон отсюда. Зря его так. Возможно, я единственный человек, который может вас спасти. Пошла вон. Что у вас тут происходит? Ничего. Поговорила с адвокатами. Своеобразно поговорили. Жива? Кто? Адвокат. И ты туда же. Я никого не убивала и не собиралась убивать. Мама! Ты что, с катушек съехала? Ну так попей валерьянки. Расскажи мне об Эльзе. Ну, а что ты хочешь о ней узнать? Да все, все, что ты знаешь. Насколько я могу ей доверять? Что она за человек? Ну, все об адвокатах не могут знать даже сами адвокаты. Ну, если серьезно, Эльза, она адвокат от Бога. У нее абсолютно мужской логичный ум. И больше всего она ненавидит проигрывать. Поэтому, ну, ты в надежных руках. Правда, я не знаю лучшего специалиста. К тому же у нее связи в суде есть. Так что, ты можешь ей полностью доверять. Тем более, это ее дело. Дело это резонансное, как ты понимаешь. И на кону ее репутация. Мне кажется, она проявляет недостаточную активность. По крайней мере, в деле поиска фактов в защиту Веры. Ну, она же не сыщик. Она адвокату немножечко другая задача. И потом, Вить, если честно, мне кажется, она специально тебе не все говорит. Ну, специально, чтобы не добивать тебя. А я просил рассказывать мне все. Я должен знать правду. Мне надоело все узнавать последнему. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что на суде будет допрос. Что, может быть, тебе придется соврать. Сможешь ли ты соврать, зная что-то неприглядную какую-то правду про Веры? Что, еще что-то? Ну, вряд ли. Ну, вот. Вранье – это не мой конек. Вот ты сам и ответил на свой вопрос. А зачем Эльзе так рисковать, если ты в самый ответственный момент в суде можешь все испортить? Да. Ты прав. Ладно, я пошел. Если что, зови. Да хорошо. Ладно, я пошел. Ну, эта неравновешенная набросилась на меня, обвинила в том, что я соблазняю ее мужа. Ну, я надеюсь, это неправда. Ты шутишь, да? Послушай, я не собираюсь перед тобой учитываться. Ну, ладно, ладно, не злись. Ты справишься, я в тебя верю. Знаешь что, сделай лучше так, чтобы Виктор уехал. Ненадолго. На пару дней. Мне хватит. И как ты себе это представляешь? Я не знаю. Но ты же умная. У тебя все получится. Я не сомневаюсь. Ну, хорошо. Я это сделаю, но в последний раз. Виктор, я сегодня встречалась с вашей женой, и у меня есть новости и план дальнейшей работы. Мне нужно с вами встретиться и все обсудить. Хорошо, я буду через 20 минут. Ты домой? Ой, господи, да какой домой? Кельзи позвонила, говорит, есть какие-то новости. Когда это все закончится? Держись. Да. Ладно, давай. Давай. Алло. Ты на месте? Постарайся сделать более внятные снимки, чтобы мы могли показать их нашим друзьям. Я постараюсь, не могу же я заставить, и чтобы они меня позировали. Ага. Алло, Николай Игоревич. Наконец-то решили узнать, как наши дела. Прекрати кривляться. Ты, я смотрю, успокоился. Бабки взял и успокоился. Ну, это не совсем так. Вернее, даже сказать, совершенно не так. Я как раз вот сейчас занимаюсь решением нашего вопроса. И причем достаточно успешно. Занимаешься. Запомни на будущее. Между делать и сделать – огромная пропасть. Меня не интересует процесс. Меня интересует результат. Да-да, завтра будут фотографии, компрометирующие Виктора. Это будет настоящий козырь в борьбе по всем направлениям. Компромат. И что? Что нам это даст? Куда нам его пристроить? Ну, для начала я хочу показать их Вере. Думаю, это их расколет, и мы съедим их поодиночке. Так давайте быстрее. Я не могу ждать вечно. Проект пожирает деньги. Тем быстрее мы его начнем, тем прибыльнее он будет. Подождите, я что-то не понял. Вы намекаете на то, что нет человека, нет проблемы? Ты прям мысли мои читаешь. В последнее время все время об этом думаю. Не хочется брать грех на душу, но, видимо, придется. Нет человека, нет проблемы. Все. А вот это колобчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Батя, а тебе два царя? Давай-давай, топай-топай-топай-топай. Обвинение есть, конечно, несколько козырей, но это кажется только на первый взгляд. Как это кажется, не понял я. Это же улики. Я чего-то не понимаю. Ну вот, возьмем материалы с видеокамер. На сто процентов идентифицировать, что это была Вера, невозможно, потому что качество записи очень плохое, и суд не примет это как улик. Далее. Все эти разговоры о том, что у нее были мотивы и прочее, это всего лишь бла-бла-бла. Ну и отпечатки пальцев на шкафу. Да, они были. Но следствие никогда не сможет сказать, когда они были оставлены. И к тому же Вера предупреждала следствие, что была у Ивановы за несколько дней до покушения. Кстати, а она тебе не говорила, зачем она приходила в дом к одинокому мужчине? Нет. Ладно. Не будем говорить о моральном облике твоей жены. Но если ничего не изменится, то я от обвинения камня на камне не оставлю. Здорово. Да. Только мне нужна твоя помощь. Как единственного адекватного человека в этой ситуации. Угощайся. ПЕРЕСТАНИЕ В ПОДПАНИЕ В ДВЕРООМ Программа ПЕРЕСТАНИЕ В ДВЕРООМ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Вера. Добрый вечер. Это Виктор дома? Нет, его еще нет. Ну, он должен был с адвокатом встретиться. Правда, это было два часа назад. Наверное, заболтались. Вот только почему-то трубки он не берет. Может быть, я был в кабинете или в машине? Да, да, такое вполне возможно. Что-то я не подумал. Ладно, извините, пожалуйста, еще раз, чтобы беспокоил. Всем доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот, исходя из того, что я тебе сказала ранее, мы... Мы спасем Веру от червя. Ну вот вопрос, кто станет ее следующей жертвой. И мне бы очень не хотелось, чтобы это был ты. Значит, ты все-таки думаешь, что это она? Нет. Но она могла бы это сделать. Почему? Есть несколько теорий того, кто становится преступниками. И Вера именно из тех людей. Каких? Она агрессивна. И я это видела. Ну, я устал от всего этого. Выпей. Тебе станет легче. Я не могу. Почему? Я за рулем. Мы вызовем такси. Только я смогу спасти Веру от тюрьмы. Ксэи. Ксэи. Ксэй. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тут вся информация. Компроматища. Кстати, можно использовать как убойный материал против адвокатши. Наружение служебной этики или как там это у них называется. Как минимум отстранение, отведение дел. Надо проверить. Проверяй. Как ты можешь жрать эту гадость? Ты еще не знаешь, что это такое гадость. В смысле? В первом мысли. В один часов деньги должны быть у меня. Будут? Да, кстати, все хотел спросить. А что ты так не любишь своего начальника? Привет. Где ты был? У Артема. Посидели, выпили. Знаешь, как оно бывает? Слово за слово. Забыли о времени. Хватит и ради. Артем не звонил, он тебя искал. И я звонила тебе много раз, но ты трупу не брал. Почему иметь секреты можешь только ты? А я должен отчитываться за каждое свое действие? Или врать у нас в семье разрешено только тебе? А остальные должны быть образцом высокой морали и порядочности. Ты меня сейчас обвиняешь? Отлично. Замечательно. Нашел время. Давай объединись с этим следователем. Так у вас лучше получится. Потрясающе. Теперь я попал в список людей, которые хотят упрятать тебя в тюрьму? Класс. Я думал, мы доверяем друг другу. Я всегда гордился, что он между нами не таял. Видимо, это не так. Зачем ты ходила к Игоре Ивановне? Я тебе говорила, что это была не я. Нет, не тогда, когда убили твоего бывшего мужа. Раньше. Я хотела узнать, как он убил Нину. Ну и как? Узнала? Опять врешь. Таня, доброе утро. Отмени все встречи. Меня сегодня не будут. Я сказал, отмени. Я заболел. Дай. Таня, я заболел. Хrze, начинка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok